В свою очередь я бы хотела сказать о том, что и развеять слухи о том, что зал борьбы закрывается и секция самбо расформировывается. На самом деле такая информация не подтверждается ни одним документом и, конечно же, мы не представляем себе возможным работать без данного отделения, как самбо и дзюдо. Я бы хотела остановиться на тех моментах, которые сейчас происходят у нас в школе и рассказать о том, что мы делаем для того, чтобы развивать вид спорта самбо и дзюдо. На данный период времени мы запланировали выезды на соревнования, более 30 выездов у нас будет по городам Свердловской области. Также мы запланировали мероприятия на территории Верхнеслодинского городского округа, более 8 соревнований, которые будут с привлечением не только Свердловской области, команды Свердловской области, но и также Челябинской и Курганских областей. Затем мы запланировали проведение диспансеризации наших спортсменов. Большое внимание мы уделяем, конечно же, безопасности наших спортсменов, которые приходят и занимаются у нас не только в утренние часы или в дневные часы, так же и в вечерние часы у нас работают и функционирует зал. Поэтому у нас установлены и видеокамеры, и охранная сигнализация для того, чтобы нам обеспечить безопасность спортсменов. В свою очередь мы приняли решение о том, что зал борьбы будет функционировать ежедневно, для того, чтобы наши тренеры, преподаватели имели возможность дополнительно заниматься с детьми, если это требуется учебным планом или подготовка к соревнованиям как дополнительное занятие. Руководство детско-юношеской спортивной школы откликнулось также на просьбу ветеранов секции самбо возобновить тренировки для взрослых. Теперь в расписании работы зала борьбы включены занятия для возрастных спортсменов наряду с 13 детскими группами, а это порядка 280 человек. Год назад с приходом в секцию еще одного преподавателя, тренерский состав секции увеличился до 4 человек. Под их руководством на ежедневных тренировках ребята отрабатывают боевые приемы и готовятся к соревнованиям. К слову, количество выездных турниров за последние годы увеличилось и согласно муниципальному заданию из местного бюджета на организацию поездок для юных самбистов и дзюдоистов выделено 150 тысяч рублей.